здравствуйте мой любимый канал я уже рассказывал ранее о своих чудесных спасениях и о том что я помню как меня отправили на землю дополню когда меня отправили сюда мне пообещали что в этой жизни со мной не случится насилие и я умру быстро и естественно смертью так вот расскажу еще одну непонятную мне историю мне было 28 лет однажды в городе встретила старого друга мы росли вместе и он был частым гостем у нас дома мама считала его вторым сыном мы делились лет 10 и тут такая внезапная встреча он пригласил меня к нему в гости сказал там будут все друзья детства и я согласилась согласилась но внутри появилось непонятное беспокойство тревога странные мысли о том что мне не стоит туда ходить да и жила я в то время очень плохо бедно он приехал за мной как и обещал мы приехали к нему посидели за столом посмеялись я хотела уехать раньше на общественном транспорте но мой друг сказал не спеши я вызову такси уже было очень поздно все разошлись и мы остались вдвоем квартире и он не совсем трезвый стал приставать ко мне я его категорически отвергла так как считала его чуть ли не братом и для меня близость с ним было недопустимо он просто взбесился из-за моего отказа и выгнал меня из квартиры такси не вызвал и я осталась ночью в центре города без гроша в кармане вышла на остановку время было пол третьего ночи общественный транспорт не ходит на такси денег нет я уселась на остановке ждать утра но это оказалось нелегко пьяная молодежь и все проезжающие мимо машины останавливались около меня и предлагали довезти за деньги либо предлагали непристойные вещи я уже отчаялась и думала до утра невредимой не останусь да и пьяная компания стала пристально смотреть на меня в эту минуту на огромной скорости неслась машина и очень резко с визгом колес остановилась возле меня двери открылись я услышала властный голос садись сказал он я начала объяснять что у меня нет денег чтобы заплатить он перебил меня и снова сказал садись я не знаю но я ощутила какой-то покой от этого голоса я села в машину он резко тронулся ехали молча и очень быстро я пыталась рассмотреть его но он был в капюшоне а в салоне темно и я рассмотрела только его руки самое удивительное он молча ехал направлении моего дома хотя я не говорила о том где я живу я в недоумении пыталась понять кто он откуда знает где я живу и миллион других вопросов но мне будто рот заклеили я не могла произнести ни слова но каждой клеточкой ощущала состояние покоя и безопасности рядом с ним подъехали к моему дому и нужному подъезду я молча вышла из машины боясь спросить хоть что-то хотя вопросов было очень много и тут он разорвал тишину и сказал глядя перед собой не попадая больше такие ситуации я очень занят и в следующий раз могу не успеть он не позволил мне не спросить не ответить хоть что-то резко захлопнул за мной дверь в ту секунду когда он тронулся я на мгновение посмотрела на дверь подъезда а когда обернулась машины не было дорога у дома была абсолютно пустой я долго стояла и смотрела на пустую дорогу и пыталась понять куда он делся за долю секунды пока я обернулась добавлю в то время сотовых телефонов почти не было я никому не говорила куда и с кем я еду да я и не знала адреса где буду находиться мой уже бывший друг детства тоже никому ничего не сообщал я абсолютно убеждена что этот человек ехал именно за мной он знал где я где живу а я его не знала это абсолютно точно и куда он делся на дороге пока я на мгновение обернулась если кто-то что-то предполагает или знает кто это был напишите и еще дополню я не пью алкоголь от слова совсем ни капли никогда не курю не принимаю никаких таблеток и наркотических веществ я была абсолютно трезвая в здравом уме и твердой памяти